Запах свежей краски и упаковки ученической мебели. Сегодня в средней школе номер 11 идут последние приготовления классов к учебному году. Из разных концов учебного заведения доносятся звуки работающей дрели. Работа кипит в прямом смысле слова. Строители торопятся всё выполнить в ограниченные сроки, но с максимальным качеством. 1 сентября уже не за горами. В настоящее время закончены все работы, строительно-монтажные работы. Мы сейчас находимся в спортивном зале, где навешивается спортивное оборудование. Также производится по школе установка мебели. И я думаю, что числа 15-20 данная работа закончится. Самая вместительная школа в области рассчитана почти на полторы тысячи мест. В уникальном проекте, реализованном в довольно сжатые сроки, были учтены интересы всех категорий учащихся. Особый акцент уделён детям с физическими особенностями развития. В школе функционирует безбарьерная среда, есть лифты, подъёмники, позволяющие детям с инвалидностью без проблем передвигаться по коридорам учреждения и наравне с другими учениками жить полной школьной жизнью. Уникальность школы заключается в том, что в одном здании объединена и старшая школа для детей 5-11 классов и начальная школа. Причём начальная школа имеет всё автономное. У них отдельный актовый зал, отдельные спортивные залы, зал адаптивной физкультуры, все кабинеты, которые распланированы именно для детей возраста 1-4 классов, отдельный даже обеденный зал. Созданы условия для обучения детей с особенностями психофизического развития. Это специальные сенсорные комнаты, где можно проводить детьми занятия специально для психологического расслабления. Это залы адаптивной физкультуры, то есть, наверное, вот это создание единой среды, не разделение детей на обычных детей, детей с особенностями – это достаточно важная вещь в наше время. Комфортные условия в школе не только для учащихся, но и для преподавателей. Техническое оснащение и кабинеты, предназначенные для подготовки учителей к урокам, создадут дополнительные возможности. Хочется отметить, что штат педагогов для работы в специализированных классах на сегодня практически набран. По штату у нас предполагается наличие двух коррекционных пунктов. Это штатные будут учителя-дефектологи и плюс на каждый специализированный и интегрированный класс у меня достаточно есть специалистов, которые изъявили желание работать у нас в школе, которые имеют либо логопедическое, либо дефектологическое, либо образование педагога-психолога. То есть, вот этих кадров у меня на данный момент хватает. Отличительной особенностью новой школы в Заречном микрорайоне города стал и оснащенный по последнему слову техники спортивный городок. Именно городок. Ведь то количество специального спортивного и игрового оборудования, площадок для занятий волейболом, футболом и даже хоккеем невозможно назвать обычным стадионом. Такая материально-спортивная база, созданная на территории одной школы. Едва ли не единственная в Беларуси. Шикарная спортивная площадка. Такой площадки нет ни в одной школе. Даже в первой школе, которую мы открывали пару лет назад, она таким не похвастает. Потому что стадион с искусственным покрытием шикарный. Площадки для тенниса, баскетбола, бадминтона. Даже вот эти, как раньше ставили, коробки для хоккея тоже есть, вот чтобы заливать сразу. Но она стационарная. Можно играть так, можно заливать лед. Преимущества спортивных площадок уже оценили местные ребята, приходящие на стадион школы со всех концов микрорайона. Поле очень хорошее, искусственный газон, большие ворота. Это поле, как у настоящих футболистов. Хочу, чтобы поскорее открылась школа и пойти учиться. Наталья Луговкина, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.